всем здравствуйте сегодня мы будем вшивать резинку в линию талии и будем вшивать резинку таким образом чтобы она не была спрятана у нас вот видите в изнаночной стороне то есть сама резинка здесь просматривается но срезы спрятаны видите вот здесь срез у нас спрятан при этом очень хорошо подходит такой метод и способ допустим если вы шьете трикотажные изделия у меня это трикотаж джерси если вы шьете лосины что-то такое обтягивающие вам надо чтобы вам было комфортно и хорошо и шов не разрывался именно по линии талии вот такой вот способ прекрасно подойдет и сейчас давайте рассмотрим как это выполнить берем резинку нужной ширины и определяем еще длину какую длину взять нужно обязательно обмерить себя резинкой на том месте где вы будете носить это может быть линия талии чуть лише линии талии и в зависимости от степени растяжимости резинки она бывает плотная бывает мягкая такая что тянется да я не знаю какого состояния поэтому определяем отрезаем нужную нам длину и теперь нужно замкнуть в кольцо ну замкнуть в кольцо можно по-разному вот так вот в нахлёст наложив ну я вот так вот сейчас делаю я складываю и я пройду зигзагом но я сделаю вот таким вот образом ведь один край длиннее другой чуть чуть короче это я для того чтобы не было такого большого утолщения сейчас пройду отступив ну где-то миллиметра три-четыре от самого края от среза нитку конечно можно взять в ту но по стуку я буду этой ниткой дальше работать то я ее и беру красную резиночку я не нашла нужно мне ширины вот так вот видите теперь складываю и можем то же самое сделать уже вот с этой стороны тогда у нас один шов будет просматриваться с лицевой стороны это же я не прохожу у самого края а чуть-чуть вот так вот дальше делаем закрепку так резинка будет достаточно крепкая теперь нам нужно потелить резинку на равные участки ну вот я возьму вот так вот маркером буду определять вот складываю нахожу как бы центр далее совмещаю линию сгиба с линией там где я наметила и точно так же вот так вот метку и ставим меток чем больше тем лучше тем нам удобнее будет распределять а теперь каждый его так вот меточки соединяем то есть я там делим на 4 на 8 частей в зависимости от того как вы хотите хоть на 16 делите точно так же сейчас это же деление я буду проделывать и на изделие в которое будет сшиваться резинка и еще одно деление на брюках я вот беру одно деление середина переда и середина вот по задней задней шов да вот это у меня середина затем я беру вот так вот складываю равняю шов к шву и смотрю вот эти у меня выравниваю именно вот эти части не растягивая потому что здесь немножко будет по-другому чуть-чуть смещено здесь мы можем использовать метку ну тут я мил уже возьму сейчас и вторую проделываем сторону точно так же ну то есть распределяем сейчас все то же самое делаем все то же самое берем резиночку и совмещаем смотрите я резиночку беру таким образом сейчас накладываю на лицевую сторону что вот у меня срез резинки он у меня виден он когда перевернется он виден не будет значит вот я прикладываю и теперь булавочками соединяю прохожу по всем контрольным точкам но у меня здесь вот контрольная точка на резинке естественно будет вот она меньше а на изделие вот так вот нужно будет подтянуть подтягиваем распределяем потом буду на машинке когда пришивать то лиц соответственно резинку буду растягивать помимо того что я сейчас вот прокалываю вот так можно еще вот так вот растянуть то есть дать от дотянуть до той величины которой у нас ширины изделия и сделать еще одну закрепочку вот здесь вот можете привлечь кого-то чтобы вам кто-то помог и вот так вот проходим вот так вот я сделала густенько но где-то каждые четыре сантиметра у меня получилось далее выбираем строчку я вот выберу вот эту вот строчку зигзаг потому что брюки сами у меня трикотажные я буду одевать снимать если обычной строчкой мы пришьем резинку то в процессе носки у нас все разорвется а нам нужно чтобы шоу был эластичным заводим под швейную машинку и смотрите вот сейчас я буду вот так вот именно растягивать то есть я беру вот так натягиваю завожу и на ширину лапки смотрю так чтобы у меня срез изделия и резинка равнялись и теперь вот так вот прохожу естественно убираем булавки каждый раз подтягиваем если где-то что-то чуть-чуть у вас изделия будет выглядывать это ну как бы не сильно страшно и вот так вот сейчас в круговую прохожу вот что у нас получилось видите вот так вот теперь я подворачиваю на изнанку и вот что мы в итоге получаем спрятан край резинки один и срез тоже спрятан вот так получается с лицевой стороны и теперь необходимо будет сделать еще две строчки но я буду прокладывать строчки вот такая вот у меня 13 операция это тоже будет он такой как бы зигзагообразный шов но при этом он идет как и стежки и будет хорошо растягиваться я сейчас две строчки прокладываю одну строчку буду прокладывать вот здесь вот чтобы закрепить а затем вторая строчка пойдет у меня по краю резинки чтобы не было лишнего утолщения вот так вот я высекаю по швам беру и под прямым углом излишки убираю теперь у нас толщина здесь не будет такой как бы большой завожу под швейную машинку у вас это может быть операция какая-то совершенно другая но вы должны попробовать на своих машинках естественно я растягиваю можно предварительно заколоть булавочками потому что вот здесь вот самое главное сейчас я наверно пройду как какую-то часть себе чтобы именно начать пройти либо булавками либо взять и допустим прометать можно булавками я имею ввиду чтобы мы закрепили сам край потому что когда я начинаю там сложно будет сделать у меня булавочка держит краешек а теперь я могу заводить и постоянно вот этот вот краешек я буду подтягивать чтобы он мне не выходил на ширину лапки беру и все и пошла строчка и захожу смыкаю в кольцо далее прокладываем строчку вторую необходимо растягивать точно также и следить за тем чтобы вот здесь вот было все ровненько ну то есть чтобы не было у нас допустим вот так то где-то что-то затянуто мы должны все поправлять и расправлять расправить происходит все это довольно таки быстро и такой шов вот такая вот именно обработка в трикотажных изделиях в лосинах будет прекрасно вы будете носить и никогда у вас не будет разрыва вот так вот у нас получается все довольно таки аккуратно внутри конечно она резиночка белая но здесь можно найти в тон если вы делаете вот такой вариант прекрасно подойдет в том случае если у вас ткани недостаточно чтобы допустим пришить поясок или вы не хотите наоборот делать утолщение по линии талии и я вот тоже не захотела сделать утолщение именно в этой части то есть добавлять еще одну ткань можно было завернуть полностью и спрятать но я сделала так чтобы это было максимально тонким то есть максимально тонким слоем именно в обработке надеюсь видео для вас было полезным желаю всем удачи всем пока